Этому русскому солдату очень повезло. Он не только выжил в бою под Бахмутом, но и пережил российский артобстрел во время эвакуации в тыл. Его начальники сбежали с поля боя, а его оставили умирать. Теперь этого стрелка отправят в специальную тюрьму для военнопленных на западе Украины. Большинство таких российских солдат со временем обменивают, но бывает, что пленные находились в Украине и больше года. Начиная с 11 марта 2022 года мы обменяли 2598 человек. Украина заинтересована в обмене. Мы не заинтересованы в том, чтобы россияне тут находились. Поэтому мы обращаемся с разными предложениями к российской стороне с условиями обмена. Процесс переговоров ведется постоянно, даже когда мы с вами разговариваем. Таких обменов произошло с начала войны, уже 48. Если россияне не хотят воевать, но уже в строю оккупационных войск, они могут воспользоваться проектом «Хочу жить». Гарантируют, что каждый российский солдат, а также и мобилизированный из так называемых ЛНР-ДНР, который сдастся в плен Украине, его жизнь будет сохранена, и его права будут защищены в рамках международного права и Женевских конвенций. И это касается и условий содержания, и питания, и медицинского обслуживания, связи с родными и другие моменты. Проверяющие места заключения представители ООН подчеркивают, что в Украине к военнопленным относятся хорошо. Пленные, которых я просила, были в целом удовлетворены, а некоторые удивлены отношением к ним. Некоторые переживали из-за того, что не знали, когда смогут вернуться домой, и включат ли их в обмен. В украинском плену у российских заключенных есть личные счета, на которые родственники могут переводить деньги. Также военнопленные могут работать и даже получать зарплату. Самый простой – склеивание полиграфической продукции. Физически выполнять это несложно, требуется только аккуратность. Также пленные из пластика плетут садовую мебель, готовят и прибирают в лагере или работают в разных цехах – деревообработки, варки металлических каркасов для садовой мебели. Зарплата небольшая. Согласно Третьей Женевской конвенции, это четверть швейцарского франка в районе 10 гривен в день. В месяц набегает около 300 гривен. Государственный проект «Хочу жить» работает уже почти год. За это время получил 25 тысяч заявок. А после успешно проведенной украинскими разведчиками операции «Синица» таких заявок становится все больше. Напомним, российский летчик Максим Кузьминов пошел на сотрудничество, сдался в плен. Перегнал в Украину боевой вертолет Ми-8, обеспечил безопасность своей семье и заработал полмиллиона долларов. Я был подписан на паблике главного управления разведки в Телеграме. Читал, интересовался информацией, что происходит. Там под постами были контакты. Я обратился, мы создали секретный чат и начали переписку. Никто меня ни в коем случае не навязывал мне свое мнение. Это было мое решение. В среднем операторы проекта «Хочу жить» обрабатывают до 100 заявок в день от российских солдат. После сдачи Кузьминова этот показатель вырос до 150 заявок.